С Богом! Назад ты не идешь уже. Далеко уехали. На, вперед только так же. Да, темнота. Утром тоже так же встаешь. Люди все спят. А тут идешь на работу. Благо, еще что не так далеко. Извешиваю все. Дрожжи. Дрожжи. Я предлагала мне работать. Я тогда не пошла. Здесь работа очень тяжелая. Надо и вода, и дрова. Все надо самой. Руку тоже сюда надо таскать, вон мешки зимой. Зимой-то вот до той мы-то еще иногда, если нужно, так, конечно, съезжу. Там, что вот уезжаешь утром и вечером, возвращаешься обратно. Даже на Новый год испечь. Тридцать первую испечь. Ну, пусть на два дня. На тридцать первая и первая. А второго до числа уже люди так либо хотят. Приходится вот первая зря вечера уже приходить на работу. Даже в больницу это ведь не выберешься. Как вот эту работу только оставишь. Я куда не могу выбраться, никуда. Хорошо, если раз в год куда-то получится съездить. Перед тем, как выйти испечь хлеб, надо заранее прийти и протопить печь. А то, если когда холодно, так может и испечь хлеб. Я вот сегодня, например, не топила, но видите, как тепло. Все, хлеб уже отнимется. Завтра утром я туда положу три клетки. Дрова вот наложу три клетки дровами. Сейчас вот побольше, вот с января стали побольше платить. Там прибавлено, как это было. Немного размера падает труда-то. С января-то, с февреля-то. И у нас, как немножко прибавили, так вот прибавили побольше стало. А так до двадцати. Только вот до двадцати. И все. Был на Енисееву Гарки, Красавский край. В Узбекистане был. И в Архангельске был. И вот он здесь остановился. Как песня поется. Я еду за туманом, за туманом. Здесь еще хорошая дорога-то. Я тоже шофером работал тут. И лес возил на лесовозе. Две речки надо было переезжать, так вот. И всякое бывало. И в реке ночуешь, и в дороге ночуешь. У нас, знаете, как вам сказать-то. Главу выберут, это Верхнетойнского. Приедет, ну, на пять лет или на четыре, на пять лет сейчас, наверное. Пообещает, все. Дорога будет. Ну, обещанного, говорит, пять лет ждут. Дороги нет. Другой тоже обещает. Третий обещает. Вот уже пятьдесят лет живут. И все обещают. Третий обещает. То есть вот все надо подгождать. Не то, что ты захотел в больницу, или надо тебе... Да, да. Ты сел и поехал. Вот такого у нас не может быть, наверное, да? У меня ведь, этот, отец в реанимации нет. Ну, ты что? Да. Ну, его в реанимацию-то я не знаю, насколько, как... Ну, может, через день-то, через два, я думаю, что его оттуда, это... Ведь он за девочками-то поехал. Он ведь... У него инсульт или что-то случился. Так еще дома прихватило. Я говорю, а ты зачем поехал? Так вот я пообещал. Я говорю, пообещал, а если бы ты в дороге вообще... Ты мог вообще умереть, так ты хоть бы здесь надо было, хоть... Это, кажется, это не было? Не знаю. А что он живет? Жил это... Уехал в пять утра или вы сколько он встал? Говорит, мне уже дома стало плохо, так он как-то доехал. Но ехал-то не один. Доехал. Там пошел, наверное, в больницу или на скорую, я не знаю. Так он собирался еще обратно приехать. Знаешь, как ты самому, если ехать дорогу, так ведь будет опасно, как-то сможешь переживать. А мало ли что, дорога стучится. И вся надежда на него сейчас у нас. Я не знаю, кто будет нас возить. Я думаю, что надо отступаться от этих дорог и от всего. Ты меня расстроила. Конечно. Да-да-да-да-да. Это в кайте автобус. Не автобус, даже буханку. Женщины там в кайте. Да. Да, женщины они молодые. Это, Калинин пилит лес. Нина ведь ехала. Я ехала. Да. Пилит эти, подкладывая девки до колена в берези. Хоть бы что. Значит, так нравится. Мы что-то хотим, чтобы у нас что-то изменилось. Хорошо, дождя не было. А как нет, там не проехать уже не надо машину. Там уже вообще. Там большая машина. Там уже все завешено. О-о-о. Я была ехала, да. Хоть пешком можно было. Но едешь, или ты по колее, или в кувет. Надо шоферу как-то вырулить, чтобы так, чтобы проехать. А так толкали было. Да. Синякадий был. Будет все равно проехать невозможно. А вот кто же тут будет к нам? Говорю, что спасибо, Голодя ездит. Ну и то доездил мужик от большого. До части. Никто не как-то. А к автобусу дали, да? Да, действительно. Или дорогу. Читаем в контакте. Новости вийского поселения. Осятки на форуме читаем. И все. Ответ такой, что у вас зимник. Все. А летник? Да. А летом как хотите. По летней дороге. Там у нас две реки. В этом году там, может, машины две проехали по этой летней дороге. Большие машины не стали ездить, потому что боятся, что мосты плохие. Что нужно, как сказать, провалиться. А маленьким машинкам просто реки. И нам в больницу никак не сидишь. На чем? Надо нанимать? В больницу надо записаться. Записаться еще сначала. А у нас такого нет. Записаться, то еще, когда знаешь, когда поедет какая-то техника. А так не уедешь ни на чем. И все, дорога. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПОКРАТИН АПЛОДИСМЕНТЫ Лёх, а Матентов? Пошли. Нарего в курсе то, что Математики. Смирно, вклад внести. Звучит гимн Российской Федерации. Россия, священная наша держава. Россия, любимая наша страна. Могучая воля, великая слава. Так прозвучал гимн Российской Федерации. Все. Можно пройти. Так, вот кто такой царь, вот такой террик? Это человек, который управляет городом. Ну, городом или... Да, все правильно. Ты главное не бойся, отмечай. У нас делают дороги, как объяснить, там, где выгодна администрация, но не выгодна бизнесу. Или бизнес должен сам строить дороги, а государство в это не ввязывается. У нас старая дорога, Пеннижский тракт есть. Она на 50 километров ближе, чем сегодняшняя. Ну, сейчас-то уже подзаросла, но так люди, когда дороги здесь не было, когда распута, там пешком ходили. Вот у меня тут больной недавно был, звонили на санавиацию. Это так есть, все, уже угроза жизни идет, только тогда санавиация вызывается. И потом они там решают, и отправить нам самолет или нет. Могут и не отправить. Возили пациента в Карпогорскую, туда, в больницу. Стали форсировать речку, так как мостика не было. И машина у нас всплыла. И у нас машина до половины была наполнена водой. Хорошо, там есть сотовая связь. Там нам помогли, вытащили нас, обогрили, напоили чаем и обратно отправили. Пациента увезли в Карпогорскую, на другой скорой. И то есть вы вот выплывали с пациента? Вот мы выплывали, вот мы сидели, у нас полная машина воды. Пациент у меня сидит, ноги согнувшие, так вот на стульчике. Вот мы, я хорошо, да, связь там есть. Вот я по сотовому тут везде все обзвонила. Вот в Сосновке хорошо, администрация очень сработала, мне тогда понравилось. Тут трактор оказывается недалеко за рекой. Вот, нас подъехали, вытащили тут. Очень страшно было, я до сих пор это вспоминаю с одраганием. У нас здесь, знаешь, такая, все крестики ставят, может на севере. Может, нет, такого нет, а вон, видишь, крест. Вот, например, человек подумает, я болею или чего-то, и поставит крест. Вон, видите, крест стоит. Это вот на севере у нас так. Оля ходит к какой-то девушке, к парикмахерской, там, в этом новоселье. И вот она попросила, увидела у нее в интернете, что она мог нафотографировать. Привезите мне мох, он очень полезный. Саша ходил, набрал контейнер, водички налили, увез в Питер мох. Ой, как все здесь заросло. А на старом-то Ощадкино, у и домика как заросло. Ой. Вот такая пинега, такая изюлистая. А в низовьях, то она там глубокая. А здесь-то ведь в Верховье пинега. Раньше мы коров вот здесь пошли, вот там, Люба, да? Да. И у нас тут пинега такая чистая водичка. Можно даже не кипяченую пить. Вот тут передолбух большой кущили. Мы раньше с дедушкой козлух пасли. Еще ляжем так. И все, это, время, время четыре часа, все. Козлухи все настроились, пошли домой. Было 54 курова, да коз под сотни. Тебе все было удобно? Да. Да. Не очень. Да, нормально. Да, нормально. Удобненько будет, по-моему, что-то. Удобненько. 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 Продолжение следует...